Дорогой Юрий Викторович, для меня большая радость и большая честь выступать на одной сессии, да еще сразу после Юрия Викторовича. Может быть, товарищи, вы не знаете, что недавно Юрий Викторович был награжден высокой правительственной наградой и самой высокой наградой, которую может получить ученый от своих коллег, это золотой медалью Академии наук имени Ломоносова. Эта медаль дается всего одному ученому в год. Юрий Викторович первый физиолог, получивший эту медаль. Скажу еще, что и среди ленинградцев, и санкт-петербургских ученых до него эту медаль получали Академик Лихачев и Академик Людвиг Фадеев, великий математик. Юрий Викторович, в общем-то, получил самое высокое признание, которое ученый может в течение жизни получить. Это признание своих коллег. Голосовала вся Академия наук за эту медаль. Мы поздравляем вас, Юрий Викторович, мы рады вместе с вами, мы гордимся этим вместе с вами. Всего вам доброго. Спасибо за блестящую лекцию. Мой доклад сегодня, моя лекция будет посвящена вопросам, казалось бы, нетрадиционным для физиологии, для физиологов, которые занимаются органами или какими-то функциональными системами. Речь пойдет об обновлении клеток. Собственно, все наши органы и ткани состоят из клеток. Нет самая мелкая единица жизни, нет внеклеточной жизни, так определила еще ученые в 17-19 веке. И мне хотелось начинать с первого же слайда, со скульптуры Ивана Петровича Павлова, который стоит перед Московским университетом, где я учился, работал. И речь пойдет о том, Юрий Викторович говорил, как живет организм, и для этого нужна тишина и должно быть постоянство внутреннего состава организма. Для функции это незаменимо. А вот есть еще один вопрос. Как многоклеточные живут годы, десятилетия, а некоторые там 200-300, как черепахи, а некоторые живут один-два дня, что терминирует жизнь индивидуальную живого организма, и как поддерживается функционирование всех этих органов. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие коллеги, на то, что у нас клетки обновляются с колоссальной скоростью в течение всей жизни. И объем этого обновления составляет тонны клеток, достигает десятков, по некоторым расчетам, десятков тонн в течение жизни одного человека. Мы обновляемся ежедневно, это сотни грамм. Идет поток, поток клеток погибающих и вновь образующихся. Они захватываются фагоцитирующими клетками во всех органах погибающих, поступают в лимфу оттуда, разрушаются дальше и в вены, а потом в печень. И вновь идет синтез. И вот существует равновесие между гибелью клеток и их образованием. Есть более десятка механизмов программируемой гибели клеток. Они все регулируемы, у них есть свои рецепторы, свои сигнальные пути, свои мишени. И это сложнейшая система поддержания клеточного состава любого органа, любой ткани. И эта гибель, она тесно каким-то образом общается, идет кросток, переговор с системой образования клеток. Мы знали со школьных лет, что клетки образуются из дифференцированной материнской, две дочерни. Но оказалось, что они не могли бы обеспечить этот процесс в течение жизни организма. Оказалось, что есть еще образование клеток из стволовых клеток. И это было открытие сделано в 20 веке. А в 21 было обнаружено, что есть еще трансдифференцировка, перепрограммирование зрелых клеток. Это одна из великих сенсаций в биологии, я полагаю. Мы знали, что есть 250 типов клеток у человека. А оказалось, что они еще и друг в друга могут превращаться. Вот об этом пойдет речь. И, конечно же, я в Санкт-Петербурге должен показать, вспомнить, показать портрет Александра Александровича Максимова, который в 1909 году гистолог в военно-медицинской академии открыл это явление. открыл то, что есть стволовые клетки. Он открыл гематопоэтическую клетку, из которой образуются все клетки крови нашей. Это и белая кровь, и мунные клетки, например, и красная кровь. Это эритроциты и другие элементы крови. И здесь же вы видите портрет Александра Яковлевича Фриденштейна, который спустя полвека открыл мезенхимные мультипатентные клетки, которые формируют весь наш скелет, всю соединительную ткань нашего организма. Это основная масса клеток нашего организма. Вот как это выглядит в течение 100 лет изучался вопрос кровообразования из гематопоэтической клетки. Процесс очень интенсивный. За время жизни образуются 3 тонны клеток крови. Это клеток, а не просто жидкости крови. И это образует костный мозг, который является нишей, из которой выходят стволовые клетки. Вы видите, что многие функциональные клетки превращаются в другие функциональные клетки. Это идет за счет того процесса трансдифференцировки или перепрограммирования. Следующие это клетки Фриденштейна, клетки мультипатентные, из которых образуется и наш скелет, и наши мышцы, и жир, и хрящи. И, кроме того, оказалось, это уже работой мы этой занимались, здесь есть наш вклад в течение последних 20 лет, что из этих клеток эти клетки стимулируют образование кровеносных сосудов и нервных волокон, но при этом они не превращаются в клетки сосудов или нервных волокон. Они секретируют ангиогенные факторы, факторы, стимулирующие рост сосуда, и нейротрофные факторы. И таким образом они создают по градиенту концентрации этих химокинов, факторов роста, цитокинов, других веществ, выделяемых при повреждении ткани или при нормальном росте ткани, идёт в этом направлении формирование сосудов, и они, по-видимому, опережают рост других тканей, они указывают траекторию роста для других тканей. И без подкрепления кислородом, пищей нельзя бы было формировать ткань, там очень мощный должен быть синтез белков, липидов, муклиновых кислот, там должно быть достаточно кислорода для образования энергии. И вот сосуды и нервы, по нашему мнению, они являются вперёд смотрящими. И они указывают направление роста для растущей ткани нашего организма, они участвуют в морфогенезе. Вот что секретируют стволовые клетки. Пять кластеров регуляторов – это вещества, регулирующие рост сосудов, вещества, регулирующие рост аксонов, регуляцию иммунных клеток, тут надо погасить воспаление, если это происходит после повреждения, стимуляторы метаболизма, потому что нужна энергия и пластический материал, и внекреточный матрикс. Вот такова была находка. А теперь я вернусь к росту сосудов и нервов. Оказалось, что на них есть навигационные рецепторы, которые находятся на конусе роста аксона или на переднем крае растущего многоклеточного сосуда. И среди навигационных рецепторов, их более десятка сейчас известно, мы обнаружили два новых, один из них называется так курьезно урокиназный рецептор. И если он определяет положительный хемотаксис, и текадгерин, он определяет отрицательный хемотаксис. Если выключить вот этот рецептор навигационный, то рост замедляется и спутываются. Начинается ветвление аксонов, начинается спутывание аксонов. Это вопрос о навигации. Вот как она проходит. Она идет в сторону ткани, затем, если там выделяется репеллент, то, что отталкивает, заворачивается. И вот любопытно, что они всегда растут параллельно. И сосуды, и нервные волокна. Потому что оказалось, что нейротрофные факторы влияют на рост сосудов, а ангиогенные факторы, которые секретируют сосуд растущий, на рост нервов, у них есть переговоры и общая морфология. На этом я больше не буду говорить о том, что секретируют клетки, как они влияют. Я хочу перейти к вопросу морфоги. Дифференцировки этих клеток. Для стволовых клеток очень важна ниша. Это такое понятие, которое очень морфологически трудно определить. Но это то место, где со временем эмбриогенеза покоятся в органе, когда органы сформировались. Большинство клеток функционируют, делятся, погибают. А вот некоторые запасаются в нише и ждут своего времени. Потом они выходят под действием какого-то сигнала и становятся прогенитурными. То есть они уже выбирают, в какую ткань они пойдут. А дальше в этой ткани уже происходит, под влиянием других сигналов, их дифференцировка. Вот, например, вот эти клетки, мезенкимные стволовые, с которыми мы работаем, они могут превращаться в кости, в жир, в хрящ, в мышцы, в фибробласты. И вот эти сигналы, большая загадка, как инициируется такая наивная клетка, как она выбирает свой путь, свое направление жизненное, во что превратиться, и как она комментируется в определенный тип ткани. Ну, посмотрим на нишу. Ниши, они в разных тканях, разные имеют морфологию, не структурированы строго, не имеют какой-то капсулы, каких-то перегородок. Но у них всегда, там, где сидит стволовая клетка, там есть и мезенхимные клетки, любая тканеспецифичная клетка, в сердце, в печени, в мозге, там всегда эту клетку окружают мезенхимные стволовые клетки, вот эти голубым цветом. И там всегда есть адренергическая иннервация, там есть аксоны симпатической нервной системы. Это нечто общее, что есть у всех ниш, поэтому мы, обратив на это внимание, решили проверить, как это начинается, выбор направления дифференцировки и дальнейшего превращения у этих клеток. И обнаружили, что как раз симпатическая иннервация запускает выход из ниши клетки. А вот дальше, не знаю, насколько хорошо это здесь видно, опс, извините, насколько это хорошо видно, но дальше, выйдя из ниши, клетка инициирована, она уже готова воспринимать сигналы гормональные, и появляется чувствительность. И вот любопытно, что адреналин, норадреналин, выделившийся из симпатических окончаний, он стимулирует CMF-систему через бета-адренергические рецепторы, повышается CMF, дальше сигнал в течение нескольких часов достигает ядра и запускает экспрессию альфа-1 рецепторов адренергических, которые синтезируются, встраиваются в мембрану, а дальше они уже запускают кальциевую сигнализацию, и после этого клетка переходит уже в состояние, когда она может воспринимать сигналы всех других гормонов, нейромедиаторов, а вот когда клетка может превратиться в 5-7 типов тканей, в 5-7 типов других клеток, как она выбирает направление, во что? Оказалось, что важна последовательность, вот неожиданно, но это такая радостная находка, оказалось, что если сначала подействует, например, инсулин, а потом подействует другой гормон, то получатся белые адипоциты, а если адренергическая стимуляция, то получатся бежевые, это терморегуляция, жировые клетки, а если подействует адреналин, а потом подействует серотонин, то получится клетка контрактильного фенотипа, которая сядет на сосуд и будет регулировать сократимость реакцию механического, сообщать сосуду, а если паратериоидный гормон, а потом уже серотонин, то она превратится в остеобласт, то же самое с хондроцитами, оказалось, что последовательность сигнала важна, разумеется, это процесс такой уникальный, вот для этих стволовых клеток, но мне, физиологам, хотелось бы сообщить это наблюдение, что важно не просто, какой гормон действует на клетку, а что предшествовало этому, что происходит, а дальше что последует, и для судьбы, для дифференцировки, для трансдифференцировки, для созревания зрелых клеток, это ключевое явление. Тут сидят мои коллеги, Петр Алексеевич, Тюрин Кузьмин, Костя Кулебякин, которые это обнаружили, ну так же, как Катя Семина, которая обнаружила навигационные рецепторы, описала их работу, они будут делать доклады, если кому-то любопытно. Теперь я хотел сказать, что в течение жизни мы все время стареем, к сожалению, или хорошо это, иногда это сопровождается и приходом мудрости, но при старении мы наблюдаем постоянное, или при некоторых заболеваниях, снижение регенеративного потенциала, уменьшение этих стволовых прогенитурных клеток, изменение их активности. И вот многие слышали о клеточной терапии, помните, была реклама, от всего лечили стволовыми клетками. Это не привело ни к каким сенсациям, и не могло, потому что это была просто такая серая зона, в которой не было науки, был бизнес. И оказалось, что все экзогенно введенные стволовые клетки, в них уже включилась программа программируемой смерти. Если клетка выходит из пласта, из ткани, и отрывается от матрикса, от базальной мембраны, включается всегда программа гибели ее. И когда мы эту клетку вводим экзогенно, то она погибает. Для дифференцировки ей нужно, чтобы она работала, выполняла то, что от нее хотят врачи, если они занимаются клеточной, она должна войти в нишу. А вот войти в нишу она не может, потому что стареет ниша или болезнь нарушает функцию ниши. Встал вопрос, а можно ли омолодить нишу? Ну, в кавычках омолодить, вернуть ей активность. И вот мы снова посмотрели на то, что во всех нишах есть мезенкинные стволовые клетки. И решили вот этот секретом, те вещества, что они выделяют, проверить их действия на нишу. Для этого использовали физиологическую модель крипторхизма. Вы знаете, что кроме приматов и человека, другие животные имеют сезонную активность половую, и у них сперматогенез останавливается на долгие месяцы и редуцируется. И сам этот орган, вот яички, уменьшаются в два раза, происходит фиброз, исчезают клетки, ответственные лейдика, например, ответственные за сперматогенез, и уменьшается количество клеток стволовых и сперматогониев. Но если мы даем этот секретом, мы полностью восстанавливаем эту функцию, повышается и размер этого органа, который является нишей. Это один из, может, единственный, я других не знаю, где и ниша является органом. И он восстанавливает свой объем и все свои функции. И возвращается фертильность с животным, повышается продукция сперматозоидов. Таким образом, сейчас мы проводим уже клинические испытания вот этого препарата секретома стволовых клеток, ибо есть многие мужчины, которые не могут иметь потомства, и никакой, никакие тестостероны им не помогают, нужно восстановить это каким-то другим смыслом. Мы надеемся это восстановить так, как это биологически действует. Вот с помощью этого секретома. В этом секретоме, обратите внимание, так, жирными буквами выделен нейротрофный фактор и амбиогенный фактор БДНФ и урокиназа. И вот тогда мы подумали, что может это будет влиять и на лекарственные действия оказывать защитное или восстанавливающее ангиогенез, восстановление функций нервных клеток. И это же композиция, которая секретирует эти клетки. И проверили это на геморрагическом инсульте. Это классическая модель. И вот оказалось, что у животных, которым вводят их же кровь, она добывается из язычка этого животного, вводится в точное, в определенное место головного мозга, многие из них гибнут, неврологические осложнения, фиброз этого участка. Если же вводить вот эти нейротрофные факторы, которые нам подсказала анализ секретома, вводить их в ДНФ и в ракеназу, то это защищает выживаемость редко повышается и уменьшает неврологические нарушения. А вот если весь секретом, всю эту композицию, то полностью исчезают неврологические осложнения и уменьшается, конечно, повреждение головного мозга. Это тоже пытаемся использовать, поскольку я работаю в медицинском учреждении, на медицинском факультете МГУ, а начинали мы эту работу с ангиогенезом, с нейрогенезом в кардиоцентре, который носит имя Евгения Ивановича Чазова, всегда были рядом с врачами, мы пытаемся из этого препарата сделать препарат, защищающий от инсульта. Есть наблюдение, что и от ишемического инсульта он может защищать. И вот теперь большое открытие, которое состоялось в биологии, которое я хотел бы как-то распространять, обращать на него внимание, всегда считалось, что от рождения и до старости, и до смерти наши клетки двигались только в одну сторону, в сторону созревания, дифференцировки и выполнения своих функций. оказалось, что клетки можно обернуть в развитии их вспятия. Можно из них снова сделать эмбриональные фактически. Создать когда-то агрономы, селекционеры в середине прошлого века хотели из асоки создать пшеницу или считали, что вырождение пшеницы будет приводить к асоке. Ну, виды имеют разные гены и они не превращаются друг в друга. А у клеток гены одни и те же. И вот в начале этого века английские ученые Гердон и Ямонако японские обнаружили способ с помощью транскрипционных факторов, которые можно как белки уводить, можно как матричные РНК, можно трансфицировать клетки, фибробласты обычные фибробласты они начинали с хвоста, крысы, потом это же сделали с хвостом человека, оказалось, что их можно превратить в мультипатентные клетки, фактически эмбриональные клетки, а потом были подобраны коктейли, которые вызывали дифференцировку в клетке сердца, нервной системы, в клетке печени, легких, кожи, и даже в клетке репродуктивной системы, женские клетки можно было в ациты превратить, мужские клетки в сперматозоиды. Это такая находка фундаментально значимая, в практику она еще не пришла по ряду причин, мы все боятся очень, ну, то, что эта дифференцировка неполная, вдруг сохранятся какие-то плюрипатентные эмбриональные клетки, полученные вот эмбитро, вот эти, мы их не очистим, и тогда из них будет расти тератома или другие опухолевые клетки, но прогресс в этом есть, вот здесь я видел Томилина Алексея Николаевича, он один из лидеров в этой работе и в нашей стране и директора института цитологии в Санкт-Петербурге, он это лучше знает, но я бы это упомянул и как бы и забыл, если бы не оказалось спустя лет 5-7, что в организме при физиологических условиях тоже идет трансдифференцировка, дифференцировка, дедифференцировка и трансдифференцировка клеток. Вот здесь обычная показана рана, когда рана возникает, а это вся наша жизнь и в эволюции проходила всякое терзание организма и мы сами подвергаемся каким-то большим меньшим ранениям. При этом для залечивания раны эпителий должен превратиться в мезенхимные ползающие клетки, в нем должен образоваться сократительные белки, которые обеспечат быструю миграцию в зону раны и стягивание краев этой раны с помощью сократительных белков, ну и заживление. Но когда уже рана затянулась и инфекция не опасна, ее проникновение, тогда должны снова мезенхимные клетки превратиться в эпителиальные. И вот оказалось, что это регулируется обычными паракринными сигналами, поступающими из этой раны, которые влияют на эпигенетические состояния хроматина. Онкологи обнаружили, что если рана хроническая, не заживающая, там идет постоянное перепрограммирование клеток из эпителиальных мезенхимных в эпителиальных, если это повторяется многократно, есть опасность появления опухолевых клеток, а также опухолевых стволовых клеток. Появляются раковые стволовые клетки, вот отсюда и рецидивы возможны и так далее. Казалось, что это не только в пробирке у Ямонаки, но и в нашем организме происходят эти явления. И вот тут я должен сказать, что мы долгое время руководствовались догмой, которую нам когда-то сказали открыватели двойной спирали, Уотсон и Крик, они сказали, что молекула ДНК, она действительно двухспиральная, записана наследственность, а считывается наследственность по такому принципу. Один ген, один белок, один признак. Это верно, оказалось, только для двух процентов молекулы ДНК. Только два процента работают по принципу, который мы в течение пятидесяти лет искали под этим фонарем и все наследственные болезни и способы вмешательства в генетический аппарат. казалось, что 98% ДНК мы не знаем зачем, но 3% это белки, которые ферменты часто бывают, которые ответственны за всю биохимию, за всю нашу биохимию. А еще 3% молекулы ДНК содержат структуры, из которых считывается информация для регуляторных РНК. Есть длинные регуляторные РНК и есть короткие. Настолько короткие, это всего 20-21 нуклеотид, очень короткие. Так вот, эти регуляторные РНК транскрибируются на некодирующие части ДНК и регулируют проценты дифференцировки, дедифференцировки и транс дифференцировки. Тоже, я считаю, большое открытие, которое мне хотелось поделиться с коллегами. И тот же Ямонако, получивший Нобелевскую премию за открытие обращения, механизмов обращения с помощью транскрипционных факторов он обращал, дифференцированные клетки превращал в плюрипатентные, фактически эмбриональные. Он оставил эту технологию и он сейчас создает коллекции тканей, клеток у японской популяции, он работает в Японии, чтобы они были неотаргаемы и чтобы не было опасности тератом. Он это стал делать уже не превращая дифференцированные клетки, тоже берет фибробласты, не превращая их в эмбриональные, а с помощью микро-РНК сразу в один шаг, можно сказать, он превращает их или в кардиомиоциты, или в нейроны, или в миоциты, и в гипотоциты. Это в Японии объясняется, это применение технологии тем, что они живут на островах, где постоянно землетрясение, цунами, и им нужно запасаться запасными тканями от каждого японца, или, по крайней мере, от тех японцев, у которых совместилась полная группа, и они это уже вводят в технологию клиническую. Это проверка теории, про которые я сейчас говорил, на практике это работает. И вот как в организме это происходит? Ну, таким же образом микро-РНК, и оказалось, что их образование, их считывание той нетранскрибированной части ДНК происходит под влиянием нейроэндокринной регуляции, иммунной системы и эпигенетических факторов. Те же регуляторы, которые регулируют функции наших клеток, они регулируют фенотип наших клеток, определяют фенотип, и это происходит, ну, а также экспрессиологида происходит, активность факторов транскрипции и так далее. И тогда в науку пришли методы клонирования органов и тканей и стволовых и соматических клеток. Возникла новая наука биология регенеративных процессов и регенеративная медицина. Биология регенеративная медицина, это фундаментальная часть работы, так определяется, и нам удалось в нашей стране убедить Академию наук, Министерство здравоохранения, науки, с помощью некоторых сидящих здесь людей, которые были на этих заседаниях убедить в том, что это важнейшая фундаментальная наука и это регенеративная важнейшая медицинская наука. Они сейчас получили финансирование, первое финансирование это уже не требуются долгие испытания, прежде чем перейти к практике. Ну и в заключение, можно ли регенерировать орган или ткань человека? Любой орган человека не имеет никаких запретов для полной регенерации. Он может регенерировать. проблему усложнен фиброзом. И вот про это я тоже хотел два слова сказать, благо здесь много физиологов. И я читаю учебник по патофизиологии, который наши студенты должны знать. Там всегда сказано, что фиброз это патофизиология. Я хотел бы сказать, что это физиологический процесс фиброз. Ну вот сначала покажу, что простейшие черви можно рассечь на много кусочков. Из каждого кусочка вырастет червь, новые, и головка, и хвостик, и все внутренние органы. Это объясняется такая регенеративная могучесть, я бы сказал, тем, что это стволовые клетки. Они состоят частично дифференцированных не ушедших от стволов и стеклеток, и что позволяет им это так быстро регенерировать. Амфибия. Вы знаете, что можно отрезать пальчики, ножку, и вот тогда наблюдается интересная вещь. Те оставшиеся часть конечности культа, она дедифференцируется, а потом начинает дифференцироваться в ту же ножку, в те же пальчики. это у амфибии и у морских животных, беспозвоночных очень известное явление. А вот позвоночный, млекопитающий человек, эта регенерация нарушена. То есть, не нарушена, она идет. И я даже знаю, сообщение читал, где у человека восстанавливали последнюю фалангу пальцев руки, надо только предотвратить фиброз. И поэтому мне хотелось обратить внимание, что регенерация это полное восстановление структуры и функции органа, то есть в те же типы клеток появляются вот по тем механизмам дифференцировки стволовых или трансдифференцировки зрелых. Но есть еще и фиброз у крупных, наземных, тяжелых, больших. Регенерации нужно закрепление, жесткость, каркас должен. И этот каркас формирует вот те же самые ткани, которые формируют нашу кость, хрящ, жир, они из тех же мезонхимных клеток формируют каркас для всех органов и тканей. Но при этом они могут и в фибробласт превращаться. И тогда, если это ускоренный процесс, то он заливает всю эту ранку и тогда возникает железный занавес через карторы, где могут сосуды и нервы прорасти и тогда в общем-то регенерация невозможна. Вот так сейчас объясняется это все. И если проводить, создать условия, когда регенерация, простите, фиброз, это фиброз, физиологический процесс, без него не было бы регенерации, но в избыточной активности он становится в общем нежелательным часто. но вот органы, многие органы человека удалось вырастить вне его организма в таких емкостях с такими растворами, которые предотвращают фиброз, и это уже давно трансплантируются и кости, и зубы пациентам из-за аутологичных, из-за собственных клеток, не требующих иммуносупрессоров. Но это простые вы видите ткани, сосуды, трахеи, ухо, зубы, челюсти, бочевой пузырь. Сейчас появились сообщения, как будто в Соединенных Штатах матку синтезировали для трансплантации людям с измененной гендерной ориентацией. есть сообщения о щитовидной железе, которую уже трансплантировали в выращенную дне. Это будет нужно для трансплантологов. Чем дольше будут люди жить, тем больше будет успех медицины, тем больше нужно будет доноров, а доноров уже сейчас не хватает ни в одной стране, и тогда это решение полезное практически. Но обычно эти органы создают на основе скафолдов каких-то децеллюляризированных органов. Их берут и погибших, децеллюляризируют, а потом на них сажают стволовые клетки, и потом вырастает этот орган. Но есть в этом большие недостатки этих скафолдов. И вот мы разработали методику пластов многоклеточных образования из мезинфимных стволовых клеток. Они при этом сохраняют контакт с матриксом, они сами его секретируют, контактируют с клетками, поэтому не уходят в программируемую гибель, и не происходит их элиминацию при пересадке в орган, в организм, и увеличивают выживаемость и стимулируют регенерацию. Кроме того, эти клетки в пластах стимулируют продукцию ангиогенных факторов, усиленно стимулируют, нейротрофных, тем самым способствуют вот в в этой слои прорастания сосудов и нервов. Это, нам кажется, очень перспективно для тканевой инженерии, и вот над этим сейчас работаем, и мне хотелось обратить внимание. Я заканчиваю свою лекцию и хочу вернуться к Ивану Петровичу Павлову. Сто лет назад этот ученый физиолог высказал мысль, которая до сих пор поражает меня тем, что он сказал, что болезни человека это не наказание Господне, а лаборатория Создателя. Еще ничего не было известно про гены, про наследственный аппарат, про способы образования гибели клеток. Были известны болезни, и он высказал такую мысль. Сейчас это было бы более просто, но вот сейчас появилось уже подтверждение этому. Стало известно, что нет ни одного физиологического или патологического процесса в организме, не возникшего вследствие эволюции. Это общее мнение сейчас ученых. Ну и есть такой принцип Добржанского, наш соотечественник, работавший в Соединенных Штатах, выдающийся биолог, он сказал, что ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Все происходит, и то, что нам кажется положительным, и что нам кажется отрицательным, те же болезни, это все нужно эволюции. А стратегия эволюции расходится стратегия человека, и не только индивидуума, но и всего вида людей, да и всех других живых существ. То, что может восприниматься как дефект или несовершенство живой системы, на самом деле программа собственной эволюции для выживания вида. И вот тут я закончу свои размышлениями о том, как стареем мы. В общем, это программа жизненная. За молодостью идет зрелость, потом старость, а потом уже человек уходит. И у каждого вида есть определенное время, которое он может жить. У кого-то это дни, у кого-то это годы, и даже десятилетия, а у кого-то это все происходит от травмы. И так погибнуть можно, но я говорю о индивидуальной продолжительности жизни. Долгие годы, мне кажется, весь этот прошлый 20 век и сейчас еще некоторые искали гены, которые определяют продолжительность жизни человека. И полагали, что есть биологические часы, какой-то ген включается или напротив выключается, и это приводит к кончению, к терминации жизни. Не нашли таких генов, да и было бы странно, это был бы очень ненадежный механизм, потому что гены мутируют. И они мутируют тоже интересным образом. Мы когда-то считали, сейчас это редко прочитаешь, что мутации в клетках происходят под влиянием космической радиации или экологической какого-то неблагополучия. Оказалось, что это заложено природой в жизнь каждой клетки от прокариотов до человека. При каждом делении клеток происходит одна-две ошибки. то есть мутации. Это оружие, механизм эволюционный создавать эти мутации для того, чтобы из миллиардов незначенных или вредных выбрать одну. Это и есть способ, которым движется эволюция. И таким образом в течение всей нашей жизни в клетке накапливаются десятки, клетки обычно делятся около 20 раз, есть лимит, закон Хейфлика 50 раз, дальше теоретически нельзя, укорачиваются теломеры, исчерпывается уже жизненно важная часть наследственного аппарата. Так вот, в течение жизни в каждой клетке накапливаются свои мутации. Нет двух одинаковых клеток. все они имеют различия по набору вот этих соматических мутаций, которые они приобрели в течение жизни своей. Но что еще про клетки при старении? Это обязательный процесс, это неизбежное следствие старения. А обернуть мутации нельзя. Даже, я думаю, теоретически мы не знаем, как же вы это сделаете. Кроме того, изменяется микроокружение клетки. И третье происходит изменение структуры хроматина за счет эпигенетических сигналов тех же гормональных иммунных систем и многих других факторов, которые влияют на это. И вот тогда замедляется обновление клеток и изменяется их фенотип. Старение клеток, я про эпигенетику скажу два слова, сопровождается такими модификациями, как уменьшение продукции микро-РНК, присоединение отщепления ацетильных метильных групп от гистонов, метилирование и деметилирование ДНК, изменение экспрессии ДНК метилтрансфераз, гистоноцетилтрансфераз, деацетилаз, это то, что мы можем в толстых книгах прочитать. Но я бы сюда добавил, что есть десятки других АДФ-ребазилирования, аденилирования и десятки других ковалентных групп, которые присоединяются к белкам и которые не обращаются к этой реакциям. Таким образом, повернуть жизнь вспять из молодости в старость невозможно на уровне организма, тканей, популяции клеток из-за того, что тут уже не стирается эта информация ластиком и это и есть старин. Я боюсь, что сейчас люди разбегутся фотографироваться. Это завершающий слайд. Мы попросим прямо сейчас. благополучие физическое, здоровье. Это гармония между процессами гибели и образованием клетки. Вот эти две стрелочки сверху вниз идущие. я эти две стрелки я очень мало говорил про механизмы включения и выключения программируемой смерти. Больше говорил об образовании клеток, но между ними есть кросс-сток, переговоры, когда погибает клетка, на ее место приходит стволовая, дифференцируется, занимает это место. Напротив, если есть какие-то сбои в активации синтеза, образования вернее клеток, тогда и ускоряется гибель. Это здоровый, молодой, полноценный организм. Но эти процессы испытывают влияние нейроэндокринной регуляции вот здесь снизу. Нейроэндокринные регуляции, которые в основном влияют на образование клеток, иногда и на гибель программируемой, и факторов внешней среды. А факторы внешние это холод, голод, гипоксия, заболевания, и они это механизмы эволюционные, через которые они регулируют гибель клеток. Вы знаете, хиф, рецептор, знаете, в общем, это уже канонизированные знания, поскольку за них нады Нобелевские премии о механизмах регуляции гибели, как, собственно, и отмечены Нобелевские механизмы образования клеток, которые я сейчас отмечал. А вот как они взаимосвязаны в организме, мы этого не знаем. Мы только знаем, что с возрастом дисбаланс наступает за счет давления факторов внешней среды, болезней и нарушения эндокринной регуляции и других регуляторных процессов. И я заключаю свою лекцию словами, которыми я разделяю эту точку зрения. Это высказал Ричард Госс. Он сказал, если бы не было регенерации, то не могло бы быть и жизни. Если бы все в мире регенерировало, то не было бы и смерти. Все организмы существуют между этими двумя видами. И вот тут мне хочется обратить ваше внимание на то, что старение происходит у всех организмов. И для эволюции, а все, нет ничего, что было бы не созданной эволюцией, и мы с ней не поспорим, она миллионы лет, сотни миллионов лет имела для того, чтобы подобрать наиболее надежные, хорошие механизмы, что она зачем-то придумала старение. И коль скоро не найдены гены, которые бы определяли продолжительность индивидуальной жизни организма, то все сходится в последние годы, я вижу все больше сторонников этой точки зрения, мне кажется, она верна к тому, что вот это старение специально и создано у каждого вида со своей скоростью, для того, чтобы приостановить жизнь этого вида или этого индивидуума, без этого механизма терминирования продолжительности жизни, эволюция погибла бы, живое на земле не состоялось бы, поэтому это вот такой механизм ухода организма из того места, из того ареала, в котором он живет, для освобождения других, а для этого должен быть очень надежный. Механизм изнашивания органов и тканей, мне кажется, очень надежен. Накапливаются дефекты и тогда у разных людей или у разных животных разные органы подвергаются, жизненно важные органы подвергаются, вот уже становятся нефункциональными и тогда прекращается жизнь. Для эволюции очень важно регулировать индивидуальную жизнь разных видов и она у всех животных и у человека делает это через изменение фенотипа этих органов и тканей, через изменение перестройки клеток в органах и тканях замещаются мышцы с жиром соединительной тканью, тоже с сердцем, фиброз печени, мы это видим, знаем, просто на бытовом уровне, тем более те, кто работает в физиологических лабораториях. мне хотелось бы сказать еще, что есть один у меня единомышленник Евгений Давыдович Свердлов, академик Свердлов, который написал очень смелую статью, что нет двух одинаковых клеток и что рак непобедим, можно вылечить человека от рака, но нельзя уничтожить эту болезнь, потому что это невозможно это эволюционное достижение. И то же самое я могу сказать про атеросклерозу, которой приходилось заниматься долгое время в кардиоцентре и знакомиться литературой и с многими другими заболеваниями, если не совсем. Истребимы на земле только инфекционные болезни, если мы уничтожим возбудителя, как это сделали соски. Остальные благоприобретенные, так называемые социально значимые, они созданы эволюционно для каких-то целей. Вот я высказал гипотезу, что этой целью является определение продолжительности жизни индивидуума. Конечно, медицина должна бороться за продление этой жизни, и мы знаем, какие-то мишени, но вот эти библейские 100-120 лет, они не удавалось кому-то преодолеть, для этого запущены какие-то механизмы. Это все, по мнению людей, занимающихся регенеративной медициной, возможно, они тенденциозны, это это достижение эволюции, и этим заканчивается жизнь. Если бы все регенерировало, не было бы смерти, а если бы не было смерти, то не было бы и прогресса в эволюции живого на Земле. Вот такой печальный, к сожалению, нотой, мне не хочется таким образом заканчивать, тут нету печали, тут надо, тут есть наоборот, восхищение тем, как сложно устроен живой организм, и как много надо думать, и философствовать, размышлять ученому, чтобы понять то, чем он занимается, понять смысл этого, что очень важно, как это делал сегодня Юрий Викторович нам пример преподал, размышлять философские мысли о том, как работает система, поддерживающая гомеостаз ионов в окружающей среде. Спасибо за внимание.